Сегодня мне бы хотелось обсудить слухи, которые окружают новую консоль от Sony, и ответить на самые интересные вопросы для геймерского сообщества. А вопросы звучат следующим образом. Зачем сейчас брать PS4? Когда и какой будет пятая плойка? И нужна ли мне вообще консоль от Sony? Начнём мы, пожалуй, с того, что новости про пятую плойку появляются буквально каждую неделю, и одна противоречит другой. В одну неделю нам говорят о том, что консоль будет уже в начале 2019 года, а на следующей неделе нам уже втирают про то, что пятой консоли вообще не будет. Объединяются эти новости только одно. Они все фейковые и делаются по одной и той же самой формуле. Кто-то, связанный с игровой индустрией, что-то спизданул в Твиттере, а уже на следующий день какой-то хитрожопый копирайтер превратил одно предложение этого ноунейма в чуть ли неофициальное заявление от Sony. Ну и вот пример такого пиздеца. Сегодня, 21 сентября, к нам попали официальные изображения нового Плейстейшена. Также стало известно, что новинку анонсируют на Е3 2019. А выйдет на рынок она в начале 2020 года. Внутри японской корпорации новую консоль называют проект Пенис. И сейчас над этим мусорным ведром работают 500 специалистов, которые являются настоящими с ДДК-ми своего дела. И нет, это не шутка, эту новость преподносили на серьёзных щах, как преподносили раньше новости про стриминговые консоли и прочий бред. Подобные жёлтые статейки набирают обороты и всплывают на поверхность только из-за молчания Sony. Если Microsoft уже рассказала о своих планах на будущее, то японская компания всё ещё держит своих фанатов в неведении. А те, в свою очередь, с большим удовольствием заглатывают дурацкие ролики от псевдоаналитиков, да, типа меня, и всерьёз воспринимают неадекватные подделки от дешёвых копирайтеров. Ладно, давайте уже попробуем разобраться во всём этом мракобесе и постараемся найти ответы на интересующие нас вопросы. Анонс консоли может произойти в любой момент, но вот на рынке она появится не раньше 2020 года. Может даже так получиться, что японцы выпустят свою новую консоль на целый год позже ребят из Майкрософта, ведь азиаты могут себе это позволить. На игровом поприще у Sony нет никаких прямых конкурентов, никто не делает такие же игры, не делает их эксклюзивными и в таком же количестве. Я лично не вижу смысла японцам выкатывать новую консоль прямо сейчас. Да, PS4 морально устарела, да, с некоторыми играми совсем уж всё плохо, а мультиплатформы выходят кривыми. Но эксклюзивы-то тащат, сколько их уже вышло за этот год? Детройт, Бог войны, Человек-паук, и сколько их ещё выйдет? И все эти игры это минимум 8 из 10. А что вышло эксклюзивно на других устройствах за 2018 год? Ничего? Майкрософт вообще забросила эксклюзивы, а Нинтендо после годной Зельды ушла в портирование хитов древности на свою портативку. Как по мне, самое главное в консолях это игры. Не мощность железа, не фотореалистичная графика, а эксклюзивные игры. Именно из-за них четвертая плойка и разошлась 100 миллион копий. А с играми у Sony на следующий год всё вполне годно. Last of Us 2, Days Gone, Непонятное Детище Кодзимы, Kingdom Hearts, Призрак Сушимы, и куча разных специфических японских проектов, которые для нас не очень привлекательны. Как по мне, Sony могут спокойно отложить релиз консоли на середину 2020 года. У них нет никаких проблем с продажами, и спешить им особо некуда. Также не стоит забывать и о том, что Sony давным-давно уже ведут политику бюджетности самой приставки. А потому скорее всего выждут годик-другой, и влетят со своей новой консоли на рынок. Подождут снижение цен на 4К-мониторы и телевизоры. Возможно сделают VR ещё более доступным, потянут ему разрешение, и впихнут шлем в базовую комплектацию. Но это не точно. На этот вопрос я могу ответить только другим вопросом. А нужно ли тебе пить, если ты спустя пару часов опять ощутишь жажду? Как по мне, ответ очевиден. Если у тебя потребность в хороших играх, то конечно стоит взять. Хер ещё знает, когда выйдет консоль следующего поколения, а вот PS4 сейчас ликвидна как никогда. У неё огромная база игр, эксклюзивов, и отличный онлайн во всех проектах. Стори постоянно проходят скидки и акции, благодаря которым можно пополнить библиотеку своих игр за сущие копейки, а за подписку отдают шикарные тайтлы. К тому же никто вам не мешает покупать игры в дисках, а потом продавать их после прохождения. Ну а если вы задумываетесь о приобретении консоли только из-за эксклюзивов, и у вас всё совсем уж херово с финансами, то покупайте взломанную приставку. Правда, насколько я знаю, там не всё так радужно с новыми играми. Но рано или поздно все проекты доберутся до прошитой плойки. К тому же я думаю, что ждать пятую плойку и надеяться на обратную совместимость глупо. Сони нам её уже обещали, и клятвенно заверяли, что на PS4 мы сможем поиграть во все игры с предыдущих консолей. В итоге мы получили маленькую платную библиотеку старых игр с подтянутым разрешением. Конечно, возможно с PS5 всё будет гораздо лучше, но я бы не стал на это надеяться. Сразу выкиньте из головы всю хрень про стриминговые консоли. Пустые коробки и одна плата с осью – это далёкое будущее, к которому мы ещё не готовы. Может лет через 10, но не сейчас. Консоль от Microsoft, которая будет полустриминговой консолью, это наглядно продемонстрирует, вангует, что она обосрётся по полной программе. А вот Sony скорее всего не будет экспериментировать, и просто продолжит делать упор на годных играх. Не на железе, не на техническом прорыве, а просто на играх. Потому новая консоль будет такой же бюджетной по стоимости, как и её предшественники. Новинка будет стоить приблизительно 500-600 долларов, а за железо будет отвечать компания AMD, которая уже зарекомендовала себя как производитель бюджетных видеокарт и процессоров. Что-то говорить о внутренностях консоли сейчас ещё очень рано. Единственное, что можно предположить, тогда то, что комплектовать консоль будет с жёстким диском на 2 терабайта минимум. Ибо сейчас игры ну совсем уж жирные, а некоторые даже перешли планку в 100 гигабайт. Естественно, консоль с 1 терабайтом на борту смотрится достаточно непривлекательно. А сколько занимает место ось пятой плойки, вообще непонятно. Возможно, в этот раз операционка слопает 2-3, а то и 400 гигов. А вот про внешний вид базовой консоли можно и поговорить. Скорее всего, вид будет достаточно непритязательным, а про фентифлюшки, светодиоиды и прочую хрень можно даже не думать. Sony никогда не будет делать ничего подобного, ведь это лишние затраты. Скорее всего, нас ждёт просто стильный чёрный прямоугольник или квадрат с разъёмами и дисководом. И новый DualShock тоже, скорее всего, избавится от сенсорной панели и бессмысленного света, которые только разряжают устройство. Взамен появится что-то другое. Такое же бесполезное и ненужное. Не будет же компания Sony возвращаться к идеальному варианту третьего DualShock'а. Базовая комплектация стандартной консоли будет состоять, скорее всего, только из самой консоли, джойстика и гарнитуры. В принципе, это классический вариант. Если вы хотите и дальше проходить игры на ютубе и жмёте 10 тысяч рублей на поюзанную консоль, то флаг вам в руки. Ждите пятую плойку несколько лет и пускайте слюни на эксклюзивы. А пока вы будете ждать новую консоль и считать, что вы безумно сэкономили, я буду наслаждаться свежими играми. А если вы не хотите превращаться в ждуна, то покупайте PlayStation 4 прямо сейчас. Выполнить приказ 66. Да, Владыка.